москва москва россия ну что ж мы в белокаменные друзья на театральной площади и за моей спиной находится легендарное здание гостиницы метрополь не зря мы остановились около этого шумного перекрестка но мы обязательно должны увидеть вот этот вот майоликовый гигантский фриз принцесса греза который венчает эту замечательную гостиницу и о ней пойдет речь примечательно то что автор этого майоликового панно михаил рубель кстати мой любимый художник рубежа веков ведь с этим панно связана главная история когда-то савва иванович мамонтов который активно продвигал своего друга в рубеля задумал оформить выставку в нижнем новгороде и вот это панно одно из двух панно которое участвовало в нижегородской выставке принцесса греза который мы видим и на вторую еще тему микола селенинович вот старорусский сюжет так вот когда в рубель выставил эти два новых панно пригласили санкт-петербургскую комиссию из академии художеств дабы они так сказать дали добро до выставлять их или нет и они оценили эти панно как нехудожественные и они были запрещены что делает гениальный савва мамонтов через несколько дней возводится павильон буквально недалеко от выставочных павильонов где собственно и были эти панно и большими буквами там было написано значит выставка запрещенных художественных панно художника михаила в рубеля и конечно как вы понимаете когда что-то запрещено это очень активно начинает быть популярным это так сказать вызывают у всех интерес вот таким вот интересным парадоксальным ходом савва мамонтов перевернул вообще ход событий естественно после этого слова у рубеля была огромная скандальная но тем не менее огромный а мы подошли не менее знаменательному месту здесь на театральной площади вот этот памятник карлу марксу забавный конечно вообще-то когда-то раневская его назвала бородатый холодильник на действительно такая скала с бородой понятно что здесь скорее всего предполагалось что он стоит вот так вот за кафедрой ну и известный девиз здесь мы видим вообще еще раневская кстати говорила что что удивляетесь вообще антисемитизму в стране в русской стране один еврей она имела ивду ленина один еврей устанавливает памятник другому еврею а третий еврей его лепит третьего еврея она имела ввиду лев кербель это собственно скульптор вот этого замечательного извояния памятник настолько огромный что конечно ни в какую мастерскую он не помещался его привезли в эту глыбу огромную гранитную привезли прямо сюда и здесь уже лев кербель значит вытачивал подобно микеланджело из цельного куска камня как когда-то микеланджело вытачивал давида так и лев кербель своего давида карла маркса вообще конечно интересного вот вот это вот любовь партийных лидеров огромным память мне был приказ устранить все памятники до которые напоминали о царизме но тем не менее свои они возводили просто ну в десятки раз выше больше и так далее мы сами подошли к вот этому памятнику который кстати здесь появился еще аж в середине 19 века сюжет не тревять там какие-то чугунные пути романтические да такие кстати эта работа ивана виталия а иван виталий скульптор который сделал барельеф и исаакиевского собора и вот я хочу вам показать вот эту дверцу понятно что никто нас сюда не пустит но поверьте мне на слово вообще эта дверца ведет к задвижкам там различным в общем ко всей подземной истории вот этого фонтана но есть еще одна легенда которая гласит что именно через вот эту дверцу вы можете попасть не просто да вот так сказать в коммуникации подземные этого фонтана конкретно а еще вообще в подземную москву как известно у нас есть легенды там закопанные дома петербург и закопанные дома москвы что конечно является такой немножечко ересью но тем не менее москва вся действительно перерыта и очень много подземных ходов ну никто из нас не проверит повторяюсь а вот мы подошли гостиницы метрополь к этому фонтану мы еще вернемся и к теме подземелья да мы еще с вами вернемся уже другого подземелья гостиница метрополь появилась здесь в начале 20 века вообще кстати интересно что на месте этой гостиницы когда-то были бани еще до бань здесь а был такой пустырь который вообще никто не хотел брать так сказать по свое шество текла река не глинка такая густая топкая речка значит она периодически вытекала здесь из бережков и экологичностью своей она конечно не отличалась потому что в нее сливали всевозможные отходы из бань и других учреждений не не очень озабоченных экологии так вот архитектор который занимался вообще восстановлением москвы после пожара итальянского происхождения архитектор осип бове он вообще на протяжении чуть ли не всей своей жизни искал хоть кого-нибудь кто вот возьмет этот участок земли и что-нибудь здесь делает и потом уже в середине девятнадцатого века купец павел челышев он здесь собственно и организует такой увеселительный как бы мы сегодня сказали трк что ли конечно без торговли но здесь был трактир хороший настоящий трактир здесь были бани которые позже и получили название челышевские бани в честь владельца здесь вообще стояла такая вот гудела настоящая московская жизнь на лето гостиницу не в метрополе которая была до этого приезжали всякие актрисульки актеры среднего звена резонеры инженю и вся это значит братья она здесь толпилась и проживала в этой гостинице конечно как вы понимаете где есть бани там есть и женщины определенного сорта и они здесь толпились в таком количестве что говорилось что в полиция к ним уже подходила и говорилось что дамочки вам уже не разрешено даже на эту площадь ступать вы пожалуйста на три метра да вот не приближайтесь но спасло ли это так сказать постояльцев от использования услугами дам облегченного поведения я сомневаюсь вспоминая историю бань челышев здесь конечно устроил ресторан и была у него такая так называемая пол пивная пол пива это было такой разбавленное что ли пиво до водой ну и вся эта прелесть здесь существовала практически до конца девятнадцатого века и уже к концу девятнадцатого века этот участок земли переходит страховому обществу санкт-петербургскому а это были тогда конечно богатейшие люди потому что вообще страховые общества на рубеже веков они разбогатели неимоверно объясняется очень просто потому что на стыке веков в россии происходит огромный экономический подъем и конечно услугами страховщиков все пользовались и вот они предпочитали вкладывать свои деньги в недвижимость которую потом они будут сдавать так вот парадоксально что на момент создания вот этого отеля практически никто из его создателей не был прям вот так известен ни 27-летний николай андреев создатель вот этого замечательного лепного фриза времена года ведь такие вот бела бела гипсовые до скульптуры барельефные не марьян перетяткович автор кованой решетки знаменитый творец модерна марьян перетяткович кстати автор нашего бывшего банка вавильберга там сейчас роскошный отель да у нас на невском проспекте не тем более вильям валькот архитектор этого здания молодой шотландец который выиграл конкурс пожалуй были известны только лев кекушев соавтор вот этого проекта и автор уже нами уже нам знакомого панно принцесса греза михаил врубель но слава у него была конечно скандальная мы сейчас с вами ненадолго заглянем внутрь отеля и посмотрим что же там внутри сохранилось поднялись на второй этаж гостиницы и я хотела показать вам вот эти витражи это оригинал это 1905 года причем все потрясающей сохранности понятно что лифтовое ограждение скорее всего наводил ну понятно по этим стеклам но тем не менее стилизация сохранена и вот эти вот дубовые панели лифтов я еще хочу показать вам витражи которые которые сохранились здесь в межэтажном пространстве это конечно просто сумасшествие да это вот дань эпохи стиля модерн который буквально как вспышка прозвенел в россии потом сошел на нет но тем не менее вот такой вот шедевр получился а здесь вот с этой стороны эти витражи подсвечены и от этого они еще более прелестны вообще кстати говоря гостиницу метрополь конечно возможно мы с вами прям так с антиквариатом не встретимся но здесь порядка 800 единиц антиквариата и какие-то например антикварные вазы установлены в люкс номерах мне интересно как персонал отеля да не боится сохранность практически музейных экспонатов но это уже остается вопросом и вот эксклюзив друзья буквально на пару мгновений зашли мы в этот зал потому что немного нелегально на самом деле посмотрите какой сумасшедший здесь купол на самом деле купол тройной там есть еще среднее перекрытие и естественно купол который уже снаружи здание это росписью сергея чихонина и создается такое ощущение струящегося естественного света хотя естественно там лампы но вот это тот самый знаменитый ресторан отеля метрополь там еще и фонтан посередине но не будем здесь надолго задерживаться потому что здесь скорее всего уже мероприятие будет ну и продолжая разговор о создании гостиницы метрополь кому же все-таки удалось соединить вот эти вот неизвестные пока таланты и благодаря вот этой объединенной синергии получился настоящий памятник настоящий шедевр модерна конечно получилось это у савва ивановича мамонтова и здесь мы немножко коснемся его личности неординарной потому что этот был человек который пожалуй большую часть своей жизни метался между долгом и желанием да он вот был где-то между родился в семье дельца предпринимателя который хотел чтобы его сын у него было 4 кстати сына чтобы его сын продолжил его дело а вот савва понимаете он рвался к опере он вообще он ведь создатель малой оперы первой москве он 17 лет тяготел к сцене мало того что он даже его ведь отец послал учиться давай здесь немножко перейдем надолго его отец послал учиться в италии он там учился шелковой торговли шелковому производству и вот вот сюда я хотела немножко прервем рассказ о савве мамонтове я хочу показать стилизацию которую сделали здесь москвичи это уже наши дни но когда ты только сюда приходишь тебе кажется что господи какая сохранность китайгородской стены вот этот ресторан старая башня здесь конечно такая знаете больше фишечка для иностранцев по их здесь практически нету на сегодняшний день да и китайгородской стены как таковой не сохранилась она практически вся разобрана немножечко отвлечемся от тема метрополя когда-то вот там справа мы сейчас увидим там будет переход значит старейший переход которым пользовались и москвичи он 2008 году взял и обвалился почему это вообще произошло то что этот переходик был известен еще со времен советского союза там никогда не было никакой торговли был там какой-то печатный значит газетный ларечек но вот в 90-е особо хватки и дельцы они там по ночам начали прорывать землю значит они начали расширять во первых этот переход и они так сказать это все конечно делалось с попустительства властей потому что ну явно в центре города да это не останется незамеченным и вот они докопали до того момента что потом территория за икона спасского монастыря здесь конечно строительные леса ну вот там можно разглядеть такие красные башенки вон они видны вот территория около этого монастыря она просто обрушилась то есть там произошел обвал грунта я сейчас покажу вам этот переход конечно того перехода нет то что он естественно был закрыт и уже отреставрированный переход вот переход на улицу непольскую вообще старинный переход отсюда с площади революции туда к гуму на очень удобно пройти но забавно что все таки там разросся целый гигантский торговый комплекс буквально в каком-то седьмом измерении в духе волан да и все это происходило по ночам подъезжали джипы с тонированными окнами и они значит огромные мешки с грунтом перевозили по ночам и там строили значит ларьки со всевозможными вещами и не вещами чего там только не было ну продолжая разговора сави мару сави мамонтова почему-то всегда путаю саву морозов и саму мамонтова причем эти два человека они друг друга ведь знали вот так получилось что человек которому первых обязана россия он ведь продолжил детище своего отца тем не менее он проложил дорогу до сергеева посада потом была ярослава ская железная дорога он создал абрамцевский кружок знаменитый и вот не побоюсь этого слова если бы не сава мамонтов вряд ли мы бы мы знали о таком художнике как руби потому что именно благодаря заслугам мамонтова да вообще в рубель обрел такую славу он его везде везде продвигал и то панно которое мы видели да как какой парадокс судьбы панно которое когда-то было вообще запрещено отвергнуто теперь в центре москвы красуется мы с вами пришли на площадь революции а теперь уже на манежную площадь справа слева от меня красного цвета здание бывшее здание госдумы сейчас там филиал исторического музея исторический музей историческому музею принадлежит и это здание которое впереди от нас ну а вообще пару слов о здании государственной думы мне хотелось бы вспомнить о таком городском голове если можно так выразиться николай александрович алексеев был такой в конце 19 века 1890 годы вот сложно нам с вами вспомнить кого-то да из чиновников которые были бы вообще вне коррупции так вот алексеев был именно таким человек во первых отказывался от своего жалования 12 тысяч рублей там их денег платил значит госслужащим за свои деньги прокладывал асфальт при нем появилась в москве появился водопровод появилась канализация он этот факт конечно вообще меня поразил ведь тогда когда закапывали не глинку на ту самую грязную речку на театральной площади он дабы удостовериться что деньги правильно расходуются сам за счет пробрался в эту трубу которую делали там до рабочие прокладывали и он сам прошел весь подземный ход увидев что работа сделана некачественно то есть да насколько вот он вникал в каждую мелочь парадоксально что он ведь открыл еще и психиатрическую лечебницу которому позже она теперь известна как психбольница кащенко так вот как погиб алексеев за два дня до выборов и наверняка бы его выбрали на последующий срок к нему пробрался какой-то пол ненормальный мещанин там андриянов и выстрел в него в живот и даже знаменитый хирург склифосовский он не смог его спасти то есть вот такая вот печальная судьба ну а мы с вами подошли к воскресенским воротам в китайгородской стене было несколько ворот чем их было порядка семи и вот эти ворота такие какое только название у них не было свое время и куретные потому что здесь где-то располагался неподалеку куриный двор и львиные ворота потому что как известно ивану грозному подарила мария тюдор английская королева настоящих львов и он там содержал значит у себя в зверинце который был здесь неподалеку но потом уже когда икону воскресения христова повесили на эти ворота то соответственно ворота начали называть воскресенскими и когда-то через них проезжал сам иван грозный значит здесь стоит иверская часовня это уже на в отдел нашего времени она была восстановлена в 90-е года потому что конечно в 30-е она была демонтирована также как и ворота собственно а с иконой иверской божьей матери вообще связаны и божьей матери связана легенда дело в том что когда-то а когда были гонения на христиан какой-то очень праведной бабушки постучались дверь и значит спросили есть ли у вас предметы которые запрещены к использованию но имелись ввиду иконы а сказала да ну приходите вечером я как раз вам все соберу и отдам естественно она использовала это время чтобы икону эту ценную отнести к воде и значит она и пустила по волнам и а икона поднялась наверх то там и вот по волнам как она не утонула и но она как бы по волнам прям вот по такому водяному столбу прошла и вот с тех пор считается что все кто начинал когда-либо путь от этих ворот а именно здесь находится нулевой километр но сейчас мы про него отдельно скажем что они как бы получали богословение у этой иверской кто-нибудь меня исправьте что может быть иверской божья мать что я говорю верской мне кажется правильно говорить иверской вот здесь находится памятник у которого всегда толпы это нулевой километр на самом деле он здесь очень условно расположен потому что нулевой километр на самом деле в москве он находится чуть севернее около главпочтамта но здесь такое как символическое место часто люди кидают монетки можно сказать желание и т.д. и т.п. вообще постановка нулевого километра она пошла еще со времен древнего рима потому что там был там был так называемый золотой столб миллиариум ауреум и вот от него отсчитывались все дороги уходящие от рима почему вообще в российской империи потом это было принято до отсчитывать какое-то ну отсчитывать дороги вообще от нулевого километра потому что извозчики они развозили почту начиная ну как бы они отсчитывали почтам ты от вот этого нулевого километра поэтому это было очень удобно но мы все-таки обратимся к историческому музею потому что это здание конечно не оставляет никого равнодушным потрясающая красота вообще наверное наверно нео русский стильный вообще псевдо русский стиль он на любителя но честно говоря вот это здание но конечно роскошно и опять же забавный факт что архитектор этого здания человек не русский а внук английского механика василий шервуд такой был причем он закончил академию художеств по классу живописи поэтому к нему приставили еще одного архитектора потому что как бы один он не мог действовать так вот он создал это ведь середина 19 века данного такое заигрывание со старорусским стилем вот эти кокошники и перекличка с собором василия блаженного и кажется вода когда мы идем что а почему она так гармонирует собственно с красной площади почему он так идеально вписалась почему он тогда вот с этими башнями прекрасными гармонирует собственности со стеной красного цвета но мы должны с понимать что это не из-за этого так кажется а дело в том что ведь аж до начала двадцатого века было принято красить известью белой белить стены кремлевских башен ну и собственно главную стену поэтому отсюда до слова белокаменная поэтому это здание она как бы сочеталась не по цвету а скорее но сочетается имел по архитектурному своему исполнению и вот это пожалуй самое первое здание которое было исполнено шервардом ну вообще в москве все в дорусском стиле она оказала настолько огромное влияние что потом в санкт-петербурге у нас чем много да из таких построек а ну и собственно в москве мы с вами находимся на манежной площади и здесь казалось бы ой что это за подземелье у нас опять же а это ведь наводил но это наводил лужковского времени 93 год был дан конкурс на лучшее преобразование вот этой вот площади конечно многие ругали потом потому что не всем расскажу вам нравится то что они здесь исполнили вот эти вот купола закрытые такие атриумы ну судить наверное уже вам это опять же вкусовщина и получились такие крытые так скажем от стеклянные пола вообще-то торговый центр который называется к известно охотный ряд и здесь-то кажется ну купола и купола так-то он спускается на минус три этажа странные ощущения там находиться клаустрофобам не порекомендую потому что несмотря на то что там гигантские помещения ты все равно ходишь у тебя впечатление что ты в каком-то таком скованном пространстве находишься почему кстати охотный ряд когда-то вот здесь вот на манежной площади и вот понятно что гостиница она которая называется сейчас фосизмс это бывшая гостиница москва когда-то здесь были торговые ряды и ряды были самые разнообразные причем эта традиция пришедшая к нам с востока не смешивать да все товары в кучу а вот торговать отдельными лавками суконные лавки молочные лавки мясные лавки лавки с пушниной лавки там товаров пчеловодства и так далее это вот все мы позаимствовали с востока ну и резонно было назвать этот новый торговый центр охотный ряд а интересно конечно здесь еще вот эта гостиница которая сейчас называется for seasons давайте посмотрим наверное лучше зам встать центру чтобы оценить асимметрию фасада которая не сразу видна и она такая не очень очевидная только все посматриваться вот это мы с вами станем по центру очевидно что левая сторона она но первых она немножко по цвету отличается на более терракотовая правая просто бежевая левая сторона она все-таки тяготеет к уже сталинскому ампиру который сменил конструктивизм а право это все еще такой ну это такой лаконизм это все-таки еще отсылка к конструктивизму и вот хотите верьте хотите нет почему так произошло ведь не очень логично делать асимметричное здание в центре москвы связана с этим одна легенда дело в том что один из архитекторов этой гостиницы щусев он предоставил проект сталину потому что но извините меня проект таких огромных гостиниц особенно для представителей верхушки элиты они должны были быть согласованы так вот он принес проект сталину грубо говоря он начертил на огромном ватмане проект этого фасада и как бы дабы сэкономить время он просто разделил вертикальной осью а вот две половинки и у значит предоставил ему выбор подпиши был вот какой ты хочешь фасад вот такой вот более как бы ампирного типа или конструктивистский явно что у сталина не было времени потому что что он сделал логично он просто по центру одобряю и подпись значит сталин но не будешь ли ты иосифа виссарионовича постоянно значит тормошить этой гостиницей и как сталин сказал так и сделали значит сделали два разных фасада здесь сталинский ампир на такие венецианские полукруглые окна здесь что-то конструктивистское сейчас конечно здесь for seasons жалко что ничего внутри не сохранилось но я заходила не будем сейчас заходить то что там достаточно лаконичный дизайн и особо нечего смотреть но ведь в советскую эпоху это гостиница создавалась по всем так сказать правилам этого сталинского ампира продумано все вплоть до дверных ручек значит это сукно для скатерти и на столах гардины то есть все это практически все кануло в лету при же новой реставрации ведь гостиница сохранялась под статусом гостиницы москва в сталинскую эпоху даже 90 пережила и уже наши 2000 к сожалению пережила потому что вид наверное и оставлю оставлю желать лучшего и так сказать гостиница в непосредственной близости от красной площади должна была быть однозначно пятизвездочной и отвечать всем веньям моды да и как бы фешенебельных гостиниц поэтому сделали уже по seasons села солнышко мы перешли по очень длинному пешеходному подземному переходу по тверской и касаясь тем и гостиниц вот еще один шедевр модерна нас сегодня ждет это гостиница националь я бы хотела ваше внимание на вот топ она обратить вот угловой как раз который очень удачно выходит на манежную площадь я надеюсь отсюда видно что там какой-то рабочий значит какие-то вышки возвышаются паровых теплостанций или что-то такое краны если учесть что это здание построены начале двадцатого века то возникает вопрос а что это там за советские такие аллюзии дело в том что при создании гостиницы националь конечно там был совсем другой майоликовый фриз там был аполлон и музы как вы понимаете после революции кстати после революции этот дом отошел он назывался первый дом советов там все даже ленин скрупской жили на третьем этаже ну и какой там аполлон и музы при советской власти там заменили теперь там панно но не менее красивая советский рабочий ну мы с вами находимся на тверской одна из самых дорогих фешенебельных улиц москвы самых широких вообще конечно после петербурга приезжаешь и вроде бы мы не маленьком городе живем но здесь ты просто попадаешь какой-то чувствуешь себя лилипутом в стране великанов что здесь размахи просто гигантские здесь широчайшие улицы что там невский проспект московский проспект они нервно курят в сторонке сейчас будет мелькнет интересное здание серого цвета такое прям внушительное светлого гранита написано телеграф вот этот фасад угловой фасад пятигранный он здесь увенчан часами с той стороны мы еще кое-что увидим там будет глобус действительно это здание главного телеграфа москвы телеграф появляется десятые годы девятнадцатого еще пик и уже в советскую попу она ведь перестраивается вообще как бы это стиль советская арт-деко но это такой очень сдержанная арт-деко потому что здесь из декора вот только вот на фасаде да там такие резные кованые решетки сейчас большая часть акций телеграфа принадлежит понятное дело ростелекому а кстати возвращаясь к улице тверской сейчас она такая широкая вообще название свое тверская откуда получила это была дорога на тверь естественно с тверью у москвы были торговые отношения и она была узенькая если посмотреть гравюру еще 19 века да и начало двадцатого она уже метров на 50 60 а именно на такое расстояние уже в советскую эпоху это тридцатые сороковые годы было решено расширить улицу причем по правой стороне по той стороне где мы идем и благодаря этому некоторые дома ну естественно которые там не представлялись из себя какой-то ценности они были снесены просто-напросто а какие-то дома были перенесены вглубь вот один из таких домов нас сами совершенно скоро ждет здесь буквально на секунду мелькнули станиславский немирович данченко по правой стороне альма-матер стольких актеров школа-студия мхат но продолжаем движение то сейчас кстати не определенным образом мелькнета ахматова почему-то здесь на углу здания знаменитый тот самый ахматовский образ сиренью так вот этот дом тверская 6 строение 1 мы сейчас с вами завернем и увидим просто знаете как закопанные сокровища потому что а это что в основном здесь дома конструктивистские но либо все-таки сталинского ампира со такими вот венецианскими арочными перекрытиями и вот какие-то единичные ценные здания они были перенесены вглубь очень интересно технология перенесения этих зданий был такой инженер эммануил гендель и так вот он придумал переносить здания даже не беспокоя жителей по описанию как это происходило ставилась лебед такая тон на 20 здание переносилась примерно на 2000 катков с на рельсы и она вот так вот бац переставлялась и вот это вот спрятанная совершенно уже современном дворе подворье савинского мужского монастыря стилистика модерн такой вот модерн и и барочные какие-то нюансы есть но они будут еще во дворе прослеживаться и тут и керамическая плитка вот тогда вот единический модерн такой по верхнему фризу прослеживается давайте нырнем еще во дворик потому что это фасад прекрасный но не менее удивителен будет жилой двор это подворье монастыря и вообще она когда здесь было построено 1905 году она использовалась такой вот как наполовину как гостиница то есть сдавалась каким-то постояльцам и в частности александру ханжонкову это вот режиссер фильма барона севастополя это первый полнометражный российский фильм вот посмотрите в такую раковину мы попадаем барочную чувствую себя как жемчужина вообще если вспомнить что такое стиль барокко ведь он переводится как причудливый необычный и мы с вами вспоминаем барочный жемчуг то есть есть жемчуг идеально ограненный да такой вот круглый шарообразный а есть который вот вошел как раз моду последние там десятилетия такой вот растекающийся барочный жемчуг так вот это как раз таки отголоски стиля барокко и вот здесь как нельзя лучше видны вот эти вот ракайли прекрасные но сейчас это дом на 157 квартир элитная недвижимость самом центре москвы цены аховые ну пожалуйста можно кто хочет себе позволить ну что друзья мои на этой прекрасной главной тихой ноте завершаем нашу небольшую прогулку по москве а с вами уже увидимся в петербурге с вами была элина ямышева всем пока ямышева всем пока